Кирилл, мы сейчас с тобой в Екатеринбурге, ты игрок автомобилиста, но 1 апреля этого года, когда ты расторг контракт с нефтехимиком, такой определенности не было. Насколько в тот период у тебя был стрессовый момент, когда ты определялся со своим будущим? Не скажу, что стрессовый момент, не первый раз. Получается так, что нужно менять команду, пополнять переходы. В принципе, был готов. В этот раз просто было по-другому немножко, что уже мог выбирать сам, скажем так сказать, будущее место своей работы. Ну, это не то, что более стрессово, а более, наверное, интересно было. Насколько ты легко относишься к переездам, к смене места жительства, к вот этим выбору различных мест для жизни? Потому что ты много клубов поменял, много городов поменял. Ну, отношусь примерно так же просто, как бы, это часть жизни. Наоборот, мне кажется, интересно посмотреть разные города, да и в целом страны, попутешествовать, я думаю, мы с женой любители. Поэтому относимся, в принципе, положительно, и тем более к Сиренбурт, такой прекрасный город, довольно-таки старый. Мы были очень рады приехать сюда. Ты несколько раз говорил в интервью, что в целом для хоккеиста профессионального, и для тебя в том числе, город не имеет такого прям большого значения при выборе клуба. В случае с Екатеринбургом то же самое происходило? То есть ты больше смотрел именно на команду, именно на тренерский штаб, чем на условия для жизни? Или же все-таки обращал какое-то внимание на определенные вещи? Не, ну первое, очередное, это, конечно, был тренерский штаб, команда. Очень хотел попасть в автомобилист и доказать, что команда еще не сказала свое последнее слово. Там есть что доказывать. А Екатеринбург, то, что это такой прекрасный город, просто приятный бонус. Я вот слышал такое мнение, что для хоккеистов, по большому счету, как и для других, наверное, спортсменов многих, все города одинаковые, они видят гостиницу, они видят отель. Вот ты неоднократно бывал в Екатеринбурге. Какое-то впечатление до твоего перехода в автомобилист город уже успел оставить? Ну, как минимум, что Екатеринбург – столица Урала. То есть ты примерно всегда понимаешь, что этот город должен быть развитый. А так, когда приезжал сюда с другими командами, ну да, всегда понимали, что Екатеринбург – большой город, там есть куда, наверное, сходить, что посмотреть. Поэтому ожидал и как бы вижу, что город прекрасный, всем доволен. У нас не всегда такая погода, как сегодня. И есть много мест, где можно прекрасно провести время вечером, там прогуляться, например, где. Для тебя вот это важный момент. Как ты вообще проводишь обычно свободное время? Понятно, что по ходу сезона его не очень много, но тем не менее. Ну, нет, в целом важно. У меня двое детей, и после работы мы с женой и с детьми любители пойти в какой-нибудь парк погулять, а там, ну, природа, там, лес, подышать воздухом, чтобы дети поиграли. Это как бы, ну, для меня это важный аспект, чтобы можно было куда сходить именно в плане прогулок. Потому что детям, ну, это необходимо – гулять, дышать, развиваться. И как бы мы с женой любители там. Уже гуглили какие-то места в Екатеринбурге, где вот можно таким образом проводить время, или это пока еще впереди? Рассказывали мне ребята, что парк Маяковского считается очень хорошим здесь. Пока не очень получается найти квартиру там поближе к тому месту. Также ботанический сад, но там еще не был, поэтому ничего не могу сказать. И вчера вот мне товарищ по команде сказал, что какой-то есть парк-чемпион. Он тоже, как бы, вроде как неплохой. Как раз заговорили о семье. Пока ты прилетел в Екатеринбург один, когда семья к тебе здесь присоединится? Ближе к началу сезона. Я думаю, что это будет, наверное, либо конец августа, либо прямо вот начало сентября, там, к первым играм. В Екатеринбурге есть океанариум, есть аквапарк, бассейн на 50 этаже. Недалеко от города есть гольф-клуб. Где из этих мест больше шанс по ходу сезона тебя увидеть? На гольф-клубе точно нет. Бассейн тоже сложно сказать, как бы, есть только с детьми. Я думаю, что в парке это самое вероятное. Мы сейчас с тобой прогулялись до строящейся будущей арены автомобилиста. Как тебе впечатление от этой прогулки и от арены? Прогулка прекрасна. Дворец, конечно, видно, что большая конструкция. Я думаю, там будет очень большой шумный стадион. Болельщики будут радовать. Лишь бы сдали пораньше, чтобы с Тритта переехать. По крайней мере, предстоящий сезон команда точно проведет на льду КРК «Уралец». Ты неоднократно играл, будучи хоккеистом команд, которые приезжали в Екатеринбург. Сейчас ты побывал в хозяйской раздевалке. Уже, наверное, сложилось какое-то более полное впечатление о нашем дворце. Что можешь сказать? Ну, по приездам сюда, в качестве гостя, стадион запомнился тем, что он, да, небольшой, но очень уютный. Всегда шумный, болельщики всегда поддерживают. И приятно сюда было приехать. Ну, а раздевалка, естественно, классное место. Чем не хуже, чем в других командах. Даже лучше. В одном из интервью ты говорил, что один из самых болезненных бросков, которые ты заблокировал, был от Стефана до Косты. Сейчас ты будешь одноклубником со Стефаном. Наверное, это плюс, что не надо будет под его броски ложиться. Ну, может, это плюс, да. Но я со Стефаном уже играл. Правда, давно в ЦСКА было. Как бы он тогда бросал очень хорошо. Ну, да, наверное, это плюс, что мы будем вместе, да. Ну, хороший нападающий, поэтому, конечно, он поможет команде. Как бы команда в него верит. Ты говорил в интервью, что у тебя в командах обычно никогда не бывает проблем с адаптацией. Ты очень быстро вливаешься в коллектив, находишь общий язык. Мы уверены, что так будет и в автомобилисте. А у тебя какой настрой перед началом уже вот этого этапа карьеры? Настрой? Быстрее начать работать, влиться в работу, чтобы быстрее начался сезон, чтобы мы радовали своих болельщиков. Так, не знаю, как бы. Настрой боевой, как всегда. Ну, и знаешь ли ты, что Екатеринбург скоро будет отмечать юбилей? И как-то это морально добавляет мотивации хорошо выступать? Да, ребят сказали, что у Екатеринбурга в августе будет 300-летие. Надеюсь, что мы с своей игрой зададим городу праздник. Все будут приходить поддерживаясь. И в конце будет достигнуть самая максимальная наша цель. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!